Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я очень рад всех вас видеть. Это первое, что я хочу сказать. Спасибо за то, что братья-служители мне сделали подарок побыть на очень хорошей благословенной конференции. Я впервые был на таком празднике. И еще, наверное, пройдет много времени, пока я все переварю то, что услышал. Я даже боюсь не говорить вам то, что я там слышал. Мы с вами будем сегодня говорить на один из животрепещущих вопросов. Будем начинать отвечать, почему страдают христиане, или касаясь Ветхого Завета, почему страдали праведники. Кто-то сказал, что не было на земле еще человека, который не задавал бы Богу вопрос, почему. И план нашего семинара будет примерно следующий. Сегодня мы попробуем посмотреть на общую картину места страдания в жизни праведников, и в жизни христиан, и в нашей жизни. Если Бог позволит завтра и послезавтра, мы будем говорить на тему, почему. Вот в Божьем замысле происходит так, что практически все праведники и все христиане должны страдать. То, что мы проходим через страдания, это факт. То, что должны остаться верными в страданиях, это факт. Мы попробуем ответить на вопрос, почему Бог вот так усмотрел в своем замысле. И в основании я хочу взять стих из Евангелия, очень известный нам Евангелия от Матфея, 28 глава, где Христос проезжает с учениками, приближившись с ним, сказал, что ему дана всякая власть и на небе и на земле. И у нас невольно появляются два вопроса как минимум. Христос говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Первый вопрос, а что Христос как Сын Бога, как Бог по природе, не имел власти над всей землей и над всеми небесами до вот этого момента? И вот если отвечать на этот вопрос, а, наверное, нужно ответить, есть в богословии очень хорошее понимание, что Христу принадлежала как Богу вся власть на небесах и на земле, но когда Христос прошел через процесс Боговоплощения, Он навеки стал Бога-человеком. И это уже была новая природа у Сына Бога. Он стал Бога-человеком. И даже вот в Псалом, если читать, второй, по-моему, Деяния Апостола в второй главе сказано о воскресении Христа, что Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя. То есть Бог говорит о каком-то новом статусе, о новой ипостасии своего Сына после воскресения. И когда Христос совершил вот акт искупления, и этот акт был Богом принят, Христос говорит, что теперь Ему дана как Бога-человеку, не только как Богу, но как Бога-человеку в новой природе вся власть на небесах и на земле. Это очень хорошо подтверждает стих из Евангелия, простите, из послания к филиппийцам, где Павел, говоря о Божьем замысле по отношению Христа, говорит, что одна из его целей заключается в том, что Бог превознес Христа после того, когда Он совершил акт искупления, опять-таки, да, и дал Ему статус или имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса или пред именем Христа, простите, пред статусом Иисуса преклонилась всякая колена небесных, землиных и преисподних. И один из стих 2 главы филиппийцам говорит, и всякий язык будет исповедовать, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Немного непонятен наш перевод, вот по смыслу, да, но речь идет вот о чем, что определенный процесс в Божьем домостроительстве будет завершен тем, что всякий язык на небесах, на земле и преисподней будет исповедовать, что Иисус, имя человеческое сказано, является Господом, то есть Владыкой, Ему принадлежит вся власть на небе и на земле, потому что вот этого статуса еще не признали, как минимум, в преисподней. И вот когда все признают его статус, в нашем переводе написано «в славу Бога Отца», вот в этом будет завершение Божьего замысла определенного, да, и через это Бог будет прославлен. Это отдельная тема, мы ее не касаемся, она, между прочим, скорее всего, связана с грехопадением, потому что есть в богословии интересное объяснение, в какой момент Люцифер не захотел поклониться Богу, признать его авторитет, а захотел, чтобы ему поклонялись, но мы этой темы не касаемся. И второй вопрос, который появляется здесь, Иоанн, Матфея 28 глава, следующий, если вся власть принадлежит Иисусу, то почему христиане страдают? И у нас, может быть, естественно, только три ответа. Или Христос не всемогущ, то есть Он видит страдающих христиан, Он им сострадает, но не может им помочь, потому что не хватает его власти. Во-первых. Во-вторых, или Он не благ, то есть Он может предотвратить страдания, Он может избавить от страданий, но Он особо не сострадает, у Него недостаточной благости, Он это не делает. Или третий ответ, может быть, во всем этом, есть определенная тайна. Скажем откровенно, что есть определенная тайна, но если ее посмотреть в Писании, она во многом открывается. И когда она открывается, то мы находим ответ на вопрос, почему страдают христиане. И мы как раз вот это будем касаться. Итак, в жизни каждый из нас задавал этот вопрос Богу, почему. Я сейчас вспоминаю несколько событий, которые вот три года назад имели место. Рано утром мне позвонили и сказали, что один из пасторов церкви ночью умер. У него осталось четверо маленьких детей. Молодая жена, большие материальные проблемы. Он переехал в церковь трудиться с другой местности, как миссионер. Трудился очень жертвенно, посвященно, бескорыстно, без поддержки церкви, любя Господа. И первая мысль, которая появилась в моем сознании тогда, и я задал этот вопрос, Господи, почему. Был бы это человек, ну скажем, неверующий или человек, который согрешал постоянно. Человек посвятил себя полностью Богу. И когда я посетил их семью, приехал, я видел разбитое сердце его молодой жены, которая в слезах, в отчаянии, трудно сказать, плакала, молилась или кричала и вопила. Значит, один вопрос всегда звучал в ее словах. Почему, Господи, почему ты это сделал? Я разговаривал с его сыновьями, и я видел, что старший мальчишка, который был подростком на то время и начинал прилепляться к Господу, я видел, что его вера пошатнулась. И он не стеснялся и говорил мне, Тимофей, почему Бог это допустил? Мы всегда молились этим вечером, мы молились Богу, мы просили благословения, мы просили защиту, охрану, почему наш папа умер. И когда смотришь на слезы вдовы, смотришь на, вы знаете, влажные глаза детей, они прячут слезы, да, то невольно проникаешься сознанием того же самого вопроса, «Господи, почему ты это допустил?» Прошло несколько месяцев, я был в командировке по служению и встретился с сыном моего друга, который 30 с небольшим лет, у него умерла жена, осталось 5 маленьких детей, старшей девочке лет 10. Они полтора года молились за маму в надежде, что она останется живой, делали операцию, онкозаболивание и все прочее, но она медленно увядала и умерла. И когда я встретился с мужем, первый вопрос, который я и увидел в его глазах, и услышал, «Тимофей, ты можешь мне объяснить, почему Бог забрал у меня жену?» И потом, разговаривая с детьми, я понимал, что их сердца, они ломаются. И я специально повез их на машине в другой город к бабушке, чтобы была возможность с этой старшей девочкой поговорить, потому что я видел, что ее сердце разрывается. И мы ехали, много с ней разговаривали, и она открылась, она говорит, «Скажите, пожалуйста, пастор, а почему Бог забрал нашу маму?» Мы за нее молились, церковь за нее молилась, мы постились, мы верили, что она будет исцелена. Я переживал, наверное, то же самое, что и она. «Господи, почему ты забрал маму, и теперь дети должны остаться без нее?» Прошло совсем немного времени, и я был в семье, где, наоборот, умер, кормили в семье, так выражу, отец семьи, и у нее осталось четверо детей. И беседуя со старшими дочерьми, я слышал тот же самый вопрос. «Скажите, пожалуйста, а почему наш папа умер? Он что, грешнее других?» Почему Бог не ответил на нашу молитву? Мы молились и верили. И вот этот вопрос, почему он в большей степени, с этим вопросом в большей степени сталкивается, наверное, служители, потому что им приходится не только вот в своей жизни разбираться, им приходится отвечать на те проблемы, на те страдания, на ту боль, которая бывает в жизни людей. И очень часто просто стоишь перед проблемой и говоришь, «Господи, я не знаю почему, что мне сказать этим людям?» И страдания в жизни христиана не бывают не только связаны, скажем, вот со смертью, то, что я привел примеры. Я вспоминаю свою молодость, я был влюблен однажды очень сильно. Я молодежи хочу рассказать, это пример. Мы-то, простите меня, старики уже и старушки, забыли, что это такое. Я был сильно влюблен. Она была верующей, я понимал, что мы сможем создать хорошую, здоровую семью, но Бог явно, ясно мне сказал, что я не должен с ней создавать семью. Я не буду об этом говорить, это отдельная тема. Я помню, когда я не спрашивал у Бога, почему, Он не допускает. Я кричал, кто-то, кто был влюблен, поймет меня. Есть такие, нет? Сочувствую. Я кричал и говорил, Господи, почему Ты этого не хочешь? Почему? И мое сердце обращалось к месту из Библии, Римлянам 28, 28, что Бог любящим все обращает во благо, помните, да? И я говорил, брал Библию в руки, я говорил, Господи, Ты мне никогда не докажешь, что эти переживания могут быть во благо. И это не был результат моей, знаете, ну скажем, озлобленности какой нет, это был результат моего разочарования. Я плакал, я молился, говорил, Господи, Ты мне это не докажешь. Прошли годы, и на том же самом месте я стоял на коленях, плакал и благодарил Бога за то, что Он меня сохранил от той влюбленности, и за то, что Бог мне дал другую, ту, которую полюбил гораздо сильнее, и с которой мы прожили очень счастливо свою жизнь. Но мне кажется, редко бывает, чтобы кто-то в молодости подобного не переживал и не задавал Богу вопрос, почему, Господи, того, кого я люблю, я не могу создать с ним семью. Я встречаю нередко семьи, сейчас вот фамилии не буду называть. Друзья мои, родился ребенок, и он через несколько месяцев умер. И встречаясь с ними, я видел слезы матери, я видел недоумение отца, который скрывал свое волнение. Но один вопрос, он был написан у них в глазах, почему Бог им хотел сказать, такой жестокий. Почему Он забрал нашего ребенка? Я периодически бываю в таких ситуациях. Еще сложнее попасть в ситуацию, когда конкретно сейчас говорю о своих друзьях, у них родился больной ребенок Дауна. И когда родился ребенок, они прибежали к пастору церкви, и я видел их волнение, я видел их слезы, и я слышал отчасти их молитвы, их вопли. Господи, почему? Мы не согрешали до брака. У нас не было ни одного исповедного до греха. Мы что грешнее всех? Почему это произошло? Мы что прокляты тобою? Мы можем теперь иметь второго ребенка или нет? И у них были вопросы, почему, почему, почему к пастору? И бедный пастор вышел после беседы с ними, весь в поту, весь в переживании. И он говорит, я им не могу ничего сказать, потому что у меня ответа нет. В прошлом году у нас в России, мне сказали, думаю, это правдивая информация, пять пасторов церкви погибли в автомобильной катастрофе в России. Некоторых из них я знал. Все они погибли тогда, когда ехали по служению. И я задаю вопрос, а что, они не молились? Они молились. А жены, дети молились? Конечно же, молились. Одна варя была недалеко от нашего города, где, это еще одна варя, где чудом пастор церкви остался живой, весь перебитый, острейшенная машина, там люди погибли. И вот сталкиваясь с подобными ситуациями, задаешь вопрос, Господи, если тебе дана вся власть на небе и на земле, то почему в жизни христиан происходят такие события. А сейчас в Тюмени лежит наша сестра в онкологическом центре. В течение года врачи пытаются спасти ее жизнь, но сказали, что нет ни одного шанса. И она знает, что она умрет. И поддерживая ее через переписку по телефону, я сталкиваюсь теперь с другой проблемой. Когда верующая, не находя ответа, почему Бог допускает эти страдания, пытается из Библии взять какие-то отдельные места для того, чтобы как-то объяснить. Эта сестра звонит к ней и говорит, Тимофеев, мне сестры позвонили и сказали, что в моей жизни есть тайный неисповеданный грех, поэтому Бог меня не исцеляет. Но поверь, говорит, я уже десятки раз просмотрел всю свою сознательную жизнь. Все, что могла я вспомнить, я перед Богом исповедовала, скаялась уже несколько раз. Я говорю, сестра дорогая, тебя обманывают сестры. Взялись за пасторство. Говорю, нет человека, который бы вспомнил все свои грехи. И я говорю, я не могу вспомнить все свои грехи. Если найдется человек, который скажет, что он вспомнил все свои грехи и покаялся, он будет грешить, потому что он будет обманывать. И вы знаете, с трудом, с большим трудом удалось вот это бремя ложного богословия убрать с ее совести, чтобы она могла вздохнуть. У нее двое детей, полтора года и четыре года. Я встречался с своим мужем, он православный, и я вижу серое лицо, вижу слезы, которые он сдержит, влажные глаза. И я ему говорю, Сергей, я не знаю, почему Бог это допускает. Мы молимся церковью, я не знаю, почему Бог не отвечает. Я тебе только одно могу сказать, что Бог в этой ситуации не делает ошибки. Звонит опять его супруга и говорит, Тимофей, мне сестры опять позвонили. Они нашли другую причину, почему Бог не отвечает на мою молитву. У меня нет веры для исцеления, потому что в Евангелии написано, что Христос понес на себе все наши немощи, болезни. Помните, есть такое богословие. И мне нужно теперь просто исповедовать и говорить, что я жива, здорова, что у меня нет болезни, и тогда будет все хорошо. И опять проходит много времени, когда ей объясняешь и говоришь, что сестры опять обманывают тебя, и не потому, что хотят обмануть. Они начитали сложного богословия. И я говорю, я знаю многих людей, которые и умирая кричали, что они живут, у них нет никакой болезни. Вспоминаю сейчас случаи с моими близкими, друзья, поверьте, у которых жены не могли принять смерть своих мужей, и находясь в ложном богословии, они пытались воскресить своих мужей. В одном случае неверующие присутствуют на похоронах, в одном случае обошлось как-то легче. Неверующие посмотрели и говорят, бедная женщина, с ума сошла. Они не понимали, что она действительно верила, что он воскресет из мертвых. Вот это ложное богословие. В другом случае было похуже. Корреспонденты узнали, что пастор церкви сказал, что он воскресет из мертвых, и пытался пастор церкви воскресить из мертвых, но не получилось. И статейка появилась в газете, и людей оттолкнуло это от Бога. Я вижу, что люди в поисках ответа на вопрос, почему, они иногда взорваются в каких-то нездоровых пониманиях, нездоровом понимании в ложном богословии. Я слышал исповедания людей, которые, людей, лидеров богословия веры, и они честно признают, что исцеление в их ситуациях происходит или в одном случае из ста, или в одном случае из двухсот случаев. Все остальные случаи нет исцеления, когда люди честно отвечают на этот вопрос. И мне бы очень хотелось, друзья, чтобы мы с вами поняли сейчас одну простую вещь, вещь, касаясь разных точек богословия, что правильный взгляд на Библию, на объяснение Библии, заключается в том, чтобы видеть общую картину, о которой говорит Библия, но не вырывать отдельный стих или отдельную фразу из контекста для того, чтобы делать какое-то учение. Ну, простой пример, наверное, поможет это понять. Если спросить у какого-то аборигена, кто живет в пустыне, что такое земля, то он будет говорить, земля – это песок, земля – это место, где нет воды, где вечный поиск воды, и он будет отчасти прав, потому что он живет в таких условиях. Но если спросить человека, который живет на необитаемом острове небольшом, что такое земля, он скажет – это сплошная вода, и она соленая, и это вечный поиск пресной воды, и это вечное переживание, если островок маленький, что тебя может снести. И он будет прав, но только отчасти. Если спросить у человека, который живет, вы знаете, там во льдах, что такое земля, он будет по-своему говорить, и каждый из них будет прав, но будет прав отчасти. Если говорить о том, что такое земля, мы должны видеть общую картину, и если говорить в частности о земле, это небольшой, скажем, шарик в нашей Вселенной, который имеет диаметр 13 тысяч километров, там по периметру, по-моему, 40 тысяч, поправьте меня, если я не прав. Этот шарик вокруг, эта планета крутится вокруг своей оси с большой скоростью, 1700 километров в час примерно, а затем она вращается еще вокруг Солнца со скоростью больше, чем 100 тысяч километров в час, а затем вот эта планета вместе с Солнечной системой вокруг центра нашей галактики, Млечный Путь, вращается с еще огромнейшей скоростью в 800 тысяч километров в час. У вас голова, кстати, никого не кружится? Вот у нас только вращение. И вот когда смотришь вот таким образом на планету со стороны, то более-менее создаются правильные впечатления. Да, это земля, где есть пустыня, да, это планета, где есть пустыня, где есть вода, где есть лед, где есть лес, но это только отдельные пазлы. А теперь мы переходим к теме страданий, друзья. Мы сейчас должны посмотреть на общую картину, друзья, будем вставлять в нашу картину отдельные пазлы, и тогда у нас будет общий взгляд более-менее правильным. Пример библейский касаясь страданий. В Новом Завете говорится о Стефане, который проповедовал об Иисусе Христе, и люди от жестокости, не принимая Христа, решили побить его камнями. И когда они это делали, кстати, Савл там со стороны наблюдал, командовал этой процессией, похоже, истереха одежду, то написано в Библии, что Стефан молился и говорил примерно следующие слова, «Не вмени им греха сего». Я хочу, чтобы вы представили вот себя сейчас на месте Стефана. нам иногда на ногу наступят, на машине нас подрежут, где-то не так нам скажут, и мы можем взорваться одновенно. Это в него летят камни, и он молится, «Господи, не вмени им греха сего». Как вы думаете, в чем секрет, почему он так молился? Если посмотреть вот на эту седьмую главу Деяния Апостолов, то написано, что перед этим Стефан увидел славу Божию Иисуса, стоящего одеснуя Бога. Я хочу следующее заявление сделать, друзья, чтобы мы понимали. Правильно оценивать события, которые происходят, и правильно реагировать на эти события можно только при условии понимания духовного мира. Тогда, когда, если мы, как Стефан, друзья, будем видеть духовный мир, вот тогда мы будем правильно оценивать, что происходит, и правильно относиться, правильно реагировать на это событие. И вот наша цель как раз увидеть то, что происходит, друзья, в духовном мире. Мы будем говорить об одной из причин, почему Бог допускает страдания. Но об этой причине почему-то в наших церквах не говорят. Лично я, изучая эту тему, встретил только двух богословов, которые очень осторожно и немного об этом пишут. Один из них, общепризнанный наш классик, Павел Билхаймер, имя второго сейчас не могу вспомнить. И вот мы будем говорить об одной из причин, почему Бог допускает страдания в жизни христиан. Будем говорить просто, друзья, мое правило, будем говорить систематизированно, чтобы было понятно. На все вопросы мы не ответим, но на самый главный, я думаю, ответим. Фундаментом того, на чем мы стоим, друзья, и с чего мы должны начинать, следующая мысль. Мы должны понимать, что Бог управляет Вселенной, и Ему принадлежит абсолютная власть. И за всю историю Вселенной Бог не сделал ни одной ошибки. Если вы согласны, скажите аминь. Он не только не сделал ни одной ошибки. Бог не может в принципе сделать ни одной ошибки. Он в будущем не сделает ни одной ошибки. И под Его контролем находится каждый атом во Вселенной. Я глубоко в это верю, друзья. Я пропитан абсолютной властью Бога в управлении Вселенной. И когда мое сознание, мое сердце, мой разум, мои чувства пропитаны вот в этом, когда я стою на этом фундаменте, тогда, друзья, легче понимать и принимать то, что Бог допускает в нашей жизни. Итак, первое, что мы должны понимать. После грехопадения страдания праведников, а в Новом Завете страдания христиан, стали частью Божьего замысла. До грехопадения люди не страдали. И когда мы смотрим на Библию, то это, с одной стороны, книга о справедливом Боге, с другой стороны, это книга о несправедливых реалиях, которые проходят в жизни христиан. Я сейчас хотел, чтобы мы с этой стороны посмотрели на Библию. С одной стороны, она говорит о справедливом Боге. Судья всей земли может ли поступить несправедливо, да? Не может. Он абсолютно справедлив. Он свят своей справедливости. С другой стороны, Библия говорит о несправедливых реалиях. И вот несколько стихов из Библии подтверждения. Христос, когда обличал фарисеев и книжников, он говорил, что пусть придет на вас вся кровь праведная, будьте внимательны, пролитая на земле, от крови Авеля, опять-таки, праведного, первый праведник на земле, до крови Захарии, сына Варахина, которого убили между храмом и жертвенником. Авель жил до закона, первый праведник. А Захарий жил уже во времена закона, даже к концу закона, скажем, да? И Христос говорит, что от первого праведника до последнего Захарии проливалась кровь праведника. В богословии есть такое понимание, я хочу, чтобы вы поняли, что когда в Библии речь, когда в Библии упоминается впервые о каком-то событии, как правило, это является пророческим предостережением для будущих поколений или уроком. Ну, приведу пример, чтобы вы поняли. С чего началось грехопадение? Ева взяла бразды правления в свои руки. Она не стала советоваться с тем, кого Бог поставил над ней, с Адамом, с мужем. Она сама принимает решение. Результат этого мы все знаем. Так вот, это событие, оно является и пророчеством, и предостережением для всех последующих поколений. Когда сестры берут бразды правления в свои руки, не считаясь с тем, кого Бог поставил над ними, закончится это трагически, закончится это печально. Но мы сейчас говорим не о Еве, мы говорим об Авеле. Христос сказал, что он был праведником. Так вот, первый праведник, друзья, принимает мученическую смерть. Если говорить вот о Боге, Бог справедлив, но согласитесь, несправедливо человек умирает за то, что его жертва Богу угодно была и Богом была принята. А уже помните, в Новом Завете Павел говорит, что рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Каин, чья жертва была неугодна Богу, убивает Авеля. Несправедливо. Бог справедлив, а реалии жизни несправедливы. Если посмотреть чуть дальше, мы встречаемся с праведным Иовом. Он жил до закона. И вот его наблюдение по жизни, друзья, он задает тот вопрос, который мы задаем, 21 глава книги Иова. Он говорит, почему беззаконы живут, достигают старости и силами крепки и не болеют. Наверное, это имеется в виду, да? Дети их с ними перед лицом их и внуки их перед глазами их. Дома их безопасны от страха и нет жезла Божия на них. Дальше он говорит, а между тем, между тем, вот эти люди беззаконные, они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. И задают вопрос, что все держите, чтобы нам служить Его? То есть, кто такой Бог? И что польза прибегать к Богу? Мы без Бога живем прекрасно и хорошо, и мы безопасны. Это наблюдение Иова. Кто допускал, друзья, вот это благословение в жизни беззаконных? Кто допускал эти благословения? Бог допускал. Он справедлив, Бог справедлив, но жизнь на реале, друзья, она несправедлива получается. И в 24 главе Иов говорит вообще о том, что жизнь наполнена несправедливостью в обществе и в частности, и в общем. Если еще посмотреть дальше, помните Асафа, да, он жил уже во времена закона, и он говорит, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, неправедников, друзья. И он говорит, им, нечестивым, нет страдания до смерти их, и крепкие силы их, то есть, они до смерти и не болеют. Чуть позже, Асаф говорит дальше, в 10 стихе, вот по этой причине, что нечестивый благоденствует, народ Божий тоже начинает вести нечестивый образ жизни и обращается туда же, потому что они видят, что нет наказания, есть несправедливость, а почему нам не жить такой жизнью? И в 12 стихе он говорит, вот эти нечестивые благоденствуют в веке этом и умножают в себе богатство. Если еще дальше посмотреть, царь, во времена Давида, повествуется о том, что вот один из нечестивых людей, Дойк и Думиньянин, напал на священников, послушайте, умертвил в один день 85 мужей, священников. И город священников поразил мечом. Посмотрите на жестокость. И мужчин, и женщин, и юноши, и младенцев поразил мечом. Он уничтожил город священников, ну скажем, людей, чтущих Бога, поклоняющихся Богу. Я задаю вопрос, почему? Где был Бог? Если еще дальше посмотреть на Соломона, то он говорит, я всего насмотрелся, и вот мне нравится это слово, насмотрелся, то есть это, он не просто где-то увидел, он этим присытился, насмотрелся, в суетные дни мои праведник гибнет в праведности своей, а нечестивый живет долго в нечестии своем. и я задаю вам вопрос, почему? При справедливом Боге такие несправедливые реалии. Если посмотреть на пророка Иеремию, то он был в отчаянии в какой-то момент и задавал Богу тот же самый вопрос. Праведен будешь ты, Господи, если стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. И он задает вопрос, почему путь нечестивый благоуспешен и все вероломные гордые люди, которые и обманывают, они благоденствуют. Это было во времена закон. Если перейти к Новому Завету, друзья, где Христос уже сказал, вся власть принадлежит теперь ему как Бога человеку и на небе и на земле, то особо ничего не изменилось. Смотрите, с чего начинается Евангелие. Жили два праведника, Захария и Елизавета. И эти праведники не имели детей и были уже стары. Не иметь детей в Ветхом Завете это символ проклятия. Затем на старости лет у них рождается очень благочестивый будущий праведник Иоанн Креститель и жизнь вот этого праведника Иоанна Крестителя, рожденного от праведных родителей, заканчивается мученической смерти. Две женщины, мама с дочкой убивают ни за что праведного Иоанна Крестителя. Если посмотреть на апостолов, да, мы сейчас говорим о Новом Завете, 12 глава День Апостолов говорит о том, что Иакова Петра посадили в тюрьму, но по всей вероятности они были семейные, и жены, и дети молились, чтобы Бог сохранил, защитил. Но их молитвы остаются без ответа. Ирод выводит Иакова и убивает. Убивает того, кто был в тройке любимых учеников. Если посмотреть на последнее праведника Нового Завета, Иоанна, апостол, да, тот тоже прожил мученическую жизнь, потому что был в ссылке, да, хотя умер естественной смертью. Но между Иоанном Крестителем и между Иоанном Богословом судьбы всех апостолов, все они до одного, кроме Иоанна, как мы говорили, принимают мученическую смерть. И мы опять говорим, что с одной стороны Бог справедлив, с другой стороны реальной жизни абсолютно несправедлива. Если потом посмотреть на послания, друзья, то они вообще выбивают почву из-под ног. Смотрите, что Петр, к примеру, говорит в первом послании, вторая глава. То угодно Богу, вы вот только думайте слова в него, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20 стих. Но если делая добро, страдая, терпим, это угодно Богу. Если посмотреть на контекст, речь не идет о гонениях за Христа, друзья, речь идет о рабах, об отношении Господ к ним, и Петр дважды говорит, что Богу угодно, чтобы мы страдали несправедливо. Если мы хотим, дорогие, чтобы в нашей жизни с нами люди поступали справедливо, нам нужно уходить из христианства. А дальше Петр говорит еще сложнее, друзья, мысли, сложнее их понять. Он говорит, вы к тому призваны. К чему? Мы призваны к тому, чтобы страдать несправедливо, друзья, и это угодно Богу. И затем Петр говорит, если у вас есть сомнения, то Христос пострадал за нас. И он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вся жизнь Христа была посвящена добрым делам, проповеди Евангелия, и за это его распяли, и он оставил нам пример. Живите благочестиво, и в конечном итоге вас распнут. В другой главе, в этом же послании, Петр говорит, возлюбленные, огненного искушения, думаю, вам о чем-то договорить, или испытания, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Или, как в одном из переводов сказано, принимайте как норму огненные испытания, страдания, тут ошибки нет. Это говорит Петр. Когда мы говорим, вы не устали, друзья, что я так много читаю? Я хочу, чтобы мы вот эти пазлы, друзья, вложили в общую картину. Теперь давайте посмотрим, что пишет Павел. Он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы не излагаемы, побитые, в другом переводе, но не погибаем. В другом месте он говорит, во всем мы являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Вот уже слов нет чего-то добавлять, да? Это реальная жизнь несправедливости при справедливом Боге. А затем апостол Павел, скажу по секрету, написал очень хорошее обетование. И теперь мы с вами можем расслабиться. Он написал Тимофею. Он говорит, все, желающие жить благочестиво во Христе Иисуса, будут гонимы. А кто будет приспевать? злые злые же люди и обманщики будут приспевать. Я иногда беседую с людьми, проповедующими Евангелие процветания, и читаю им это место, говорю, ну, вы, наверное, читали, это Тимофеев написано, личное послание у меня от Павла есть, говорю, объясните мне, кто будет приуспевать. Мы будем приуспевать. Я говорю, ну, если вы злые люди, я манщики, то вы будете приуспевать. И если смотреть на Писание, друзья, почему мне несколько мест из Библии хотелось прочитать, оно разрушает созданную вот эту философию процветания на почве эгоизма, самолюбия, желания жить, как в раю, здесь на земле. Вот эти места из Библии, они разрушают. Теперь, если посмотреть на историю христианства, то все люди, которые оставили какой-то добрый след в жизни, они страдали. Ну, к примеру, Жан Кальвин, он прожил 9 лет со своей женой и она умерла. Он потом прожил еще 15 лет и умер в одиночестве. Мартин Лютер всю жизнь имел проблемы с желудком. Если посмотреть на наше время, друзья, то во многих странах гонение на христиан, во многих странах люди живут в нищете и в бедствах. Это Северная Корея, это Нигерия, это Китай, это многие-многие другие страны. И, в общем, если посмотреть на цифры, в наше время полмиллиарда христиан регулярно подвергаются дискриминации. Вы можете представить это число, это больше, чем людей проживает в Америке. Каждые сутки 30 человек христиан убивают за веру. Мы с вами прожили сутки 30 человек убиты за веру. Имеется в виду Иисуса Христа. Каждые сутки приблизительно 8 зданий забирают христианских, сжигают или разрушают. И совершается каждые сутки 260 различных насилий, избиения, я о чем подчеркиваю, в исламских странах, изнасилования, насильные браки, аресты и так далее. И я задаю вопрос. Бог является совершенным справедливости. Почему такие несправедливые реалии? Итак, Библия о справедливом Боге говорит и говорит о несправедливых реалиях. Теперь дальше мы идем, друзья. Второе, что мы должны понимать, что в страданиях христиан Бог достигает разные цели. Я сейчас буду говорить о некоторых целях, это условное разделение, во-первых, и во-вторых, эти цели переплетаются. Так вот немножко по ним пробежимся. Во-первых, иногда христиане страдают и это часть наказания Божьего. И сегодня читали мы с вами и слышали послание к Иереме 12 главу. Кого Бог любит, того наказывает, дисциплинирует. Или когда мы говорим о вечере Господней, Павел говорит, от того, что недостойно участвовать в вечере Господня, многие из вас немощны, больны и немало умирают. Это реальная жизнь была христиан. Немощны, больны. Некоторые объясняют, возможно, это верно, что здесь идет и о психологическом заболевании немощи, и о физическом заболевании. И факт остается фактом. Люди наказаны Богом. Живой пример тому Анания и Сафира, они согрешили перед Богом. Я не думаю, что они лишились вечной жизни, это дар Божий, но за вот такое отношение к тому, что они имели, Бог решил их лишить жизни. Это одна из причин, какую цель Бог достигает страдания. Второе, страдания формируют наши характеры. Я уж не буду читать эти места из Библии, чтобы нам сократить времени. В-третьих, иногда будут допускать страдания для того, чтобы подготовить нас к служению. И лично мой опыт подсказывает, что только тот человек, который прошел через школу страданий, может быть нормальным пастором. тот человек, чьи глаза не лили слез, он никогда не поймет другого человека. По пословице, помните, сыт, голодному не верить. Поэтому, прежде чем допустить человека до какого-то ответственного статуса служения людям, Бог часто подготавливает человека, допускает в его жизни страдания. Еще одна из причин, почему Бог допускает страдания, это испытание, и мы об этом читали, что мы не должны чуждаться как чего-то странного. Иногда страдания нас от чего-то предостерегают. Помните, апостол Павел имел определенное страдание во плоти, трудно сказать, было ли это связано с его зрением, скорее всего, так, или может быть еще с чем-то, но он говорил, что было жало во плоти, и Бог ему сказал, что он его предостерегает, чтобы Павел не превозносился. Вот есть еще такая цель у Бога. Есть еще один момент, Иоанна 9, глава повествует о том, что Бог дал зрение и исцелил слепорожденного. И, кстати, ученики Христа задавали тот же самый вопрос Христу, что и мы задаем. Почему он родился слепым? Вот представьте ситуацию, на тот момент родиться слепым, это было проклятие в самом прямом смысле слова, что человек несчастный, и считалось, что человек проклят, раз он родился проклятым, раз он родился, простите меня, слепым, или родители его согрешили. И вот родители его были верующими, не думая, что они не молились тогда, когда жена была беременна, простите меня, все адекватные мужчины молятся регулярно об этом, ожидали мальчика, как все адекватные мужчины первого, хотят мальчика, простите, я так, чтобы улыбнулись, рождается мальчик, но мальчик рождается слепым. Но вопрос, который они задавали, естественно, Богу, почему? Почему он родился слепым? Проходят годы, друзья, он уже становится взрослым парнем, подростком там, он просит там где-то как-то чтобы выжить, и Христос, отвечая на вопрос, почему он родился слепым, говорит, невиновен, мне так нравится, друзья, что не согрешил ни он, ни родители. Я хотел, чтобы вы понимали, но это страдание в жизни слепорожденного и страдание в жизни родителей, я не знаю, где большая боль была, мне кажется, у родителей большая, родители, я прав, нет? Большая боль, не все согласны, да? Слепорожденный до конца не может понять свою беду, никогда не видел, да? А родители знают, и они понимают, что он останется, они умрут, а он будет слепорожденным, ему нужно как-то жить. Вот эти страдания, эти боли, Бог допускал для того, чтобы когда-то на нем явились дела Божия, то есть Бог из проклятия выводит эту ситуацию в благословение. Теперь я вам хочу сказать, друзья, что есть Божьи дела видимые и есть Божьи дела невидимые, и я заброшу удочку, мы будем завтра об этом говорить. Невидимые дела Божьи гораздо важнее видимых. Переведу пример, чтобы было понятно. У меня есть руки и есть пальцы, и они мне очень нужны, особенно, когда я пишу, что-то делаю, но я могу прожить, если у меня не будет одного пальца, мне будет тяжело, если не будет двух, я смогу прожить и без трех пальцев, но если вы у меня печень заберете, я не смогу жить, если заберете почки, я говорю сейчас о невидимом. Вот невидимые органы, они для жизни гораздо важнее, чем видимые члены нашего тела. Аналогичным образом, я хочу, чтобы вы меня поняли сейчас, друзья, о слепорожденном Христос сказал, что на нем должны явиться дела Божьи, в данном случае физическое исцеление это были видимые дела Божьи, завтра мы будем говорить о невидимых делах Божьих, так вот невидимые дела Божьи гораздо важнее. И еще один момент, друзья, иногда Бог через страдания нас чему-то учит, это он говорил когда-то евреям, что томил голодом, да, это Бог томил голодом евреям, и он говорил для того, чтобы показать что-то, потом Давид говорит, что прежде страдания моего я заблуждался, а вот когда пострадал, то Бог как-то выровнял его пути, и он говорит, благо мне, что я пострадался, чтобы научиться уставам твоим. вспоминаю высказывание классика богослова, он говорит, человек никогда не продвинется в познании Бога, если не испытает боли. Этот человек отсидел 25 лет за то, что проповедовал о Христе и умер в тюрьме. Человек никогда не продвинется в познании Бога, если не испытает боли. И есть интересный Псалом 83, где Давид говорит, блажен человек, которого сила в тебе и у которого сердце стези направлены к тебе. 7 стих. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. Послушайте Давида, друзья. Источники находятся в долине плача. Если мы обойдем долину плача, мы никогда не найдем источник. Пример к тому. Бог являлся Аврааму 7 раз. И источник спасения в Иисусе Христе Бог Аврааму открыл в долине плача. Тогда, когда нужно было ему принести собственно сына в жертвоприношение. И тогда, когда он в долине плача пережил это, друзья. А Авраам был друг Божий. Бог как с другом с Авраамом поделился. Тебе не нужно умирать с сыном. Вот умрет этот баран, но он является прообразом моего сына. Мой сын умрет за тебя, и ты, как мой друг, поймешь мою боль, что такое отдать своего сына. Так вот этот источник спасения, самое большое откровение, Авраам получил в долине плача. И жизнь так подсказывает, друзья, и учит, что чем человек ближе к Богу, тем больше в его жизни Бог допускает испытания. Вспоминая наших классиков христиан, значит, православных, Солженицын, к примеру, он говорит, будь благословена тюрьма за то, что ты была в моей жизни. Там взрастил я душу свою. Источники в долине плача. Я очень люблю Достоевского, Федора Михайловича, и вот его, друзья, свидетельство. Он говорит, я даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, имеется ввиду тюрьму, без которой я не состоялся бы, простите меня, без которой не состоялся бы строгий пересмотр моей жизни. И я должен немножко о Достоевском сказать, потому что он уверовал в городе Тобольске. Когда его везли на каторгу в Омск, то его на 10-12 дней привезли в пересыльную Тобольскую тюрьму, она и сейчас есть. Я приглашаю всех вас в гости, друзья, обещаю вам экскурсию. И находясь в пересыльной тюрьме, вот послушайте, что произошло, там находились недалеко жены декабристов, они похоронены в Тобольске, часть из них, да, они были глубоко верующими, и у них была Евангелие, оно было издано русским библейским обществом, первый Новый Завет на русском языке. они подкупили темничного какого-то там стража, я так выражусь, да, и дали это Евангелие, Новый Завет Достоевскому, и когда в его руки попало Евангелие, он с ним уже не расставался, и он свидетельствует, что он ежедневно его читал, он возродился свыше, когда прочитал Евангелие, и все Евангелие, оно было в пометках, карандашом, иногда чернилами, а когда у него этого не было, он был в каторге, он ногтем просто делал пометки для того, чтобы изучить это Евангелие, и он, интересно, умирая, оставил завещание, что самое ценное, что у него есть, это Новый Завет, чтобы было передано его сыну, и оно было передано его сыну, а сейчас оно находится в музее города Ялутаров в Тюменской области, так вот, Достоевский когда-то Владимиру Соловьеву писал, вернее, говорил, он говорил, меня спасла каторга, потому что я в каторге принял и понял Христа через чтение Евангелия, и свидетельствуя вот о своей жизни, он говорит, я понял, почему вот эти жены декабристов каждого ссыльного в город Тобольск принимали как родного брата, они читали Евангелия, что я хочу сказать, друзья, что источники мы открываем в долине плача, если мы попытаемся ее обойти долину плача, есть опасность в том, что мы не найдем источники, которые Бог нам хочет дать, еще, чтобы даже понимать, друзья, вот я систематизирую третий момент, страдания Христа, они проявляются в очень разных сферах, обычно люди говорят, ну да, страдать за Христа имеется в виду как гонение, можно, но других страданий вроде не должно быть, я хочу тоже перечислить о каких страданиях Библия говорит, ну, во-первых, преждевременная смерть, Бог говорит, что я Бог Авраама, Исаака, Иакова, да, вы помните, что Сара умерла раньше Авраама на 39 лет, но если в процентном отношении посмотреть, как мы сейчас живем, то она умерла на 20 лет раньше, чем умирают сейчас мужчины, на 20 лет, и, ну, согласитесь, несправедливо, да, ну, скажем так, 55 и 75, да, остаться мужчиной без любимой жены, а он ее любил, Сару, и в Библии очень написано, какой она была, да, и мудрой, и красивой, и редкое сочетание и непослушной, что свойственно для всех, войди к наложнице, а вы дети ее, так написано, Петр говорит, сестры, вы дети ее, так, 1 Петра 3 глава читали, да, вы дети ее, тоже мудрые и красивые, на 20 лет она раньше умерла, когда мы читаем за Исаака и Ревеку, то по всей вероятности Ревека тоже умерла гораздо раньше Исаака, когда мы читаем за Иакова и любимую жену Рахиль, которую он улюбил, она умерла, он от нее, за нее работал 14 лет, она умерла намного раньше, молодой, потому что она умерла во время родов, я сейчас говорю, друзья, что страдания стали частью Божьего замысла после грехопадения, и вот преждевременная смерть одно из страданий, да, если мы говорим за Иова, помните, у нее было 10 детей, если я не ошибаюсь, да, они все погибли, у Моисея жена умирает в пустыне, по всей вероятности, потому что, помните, число 12 глава, когда он женился, ну, в основном, богословы склоняются к мысли, он второй раз уже женился, Марьям, Аарон позавидовали, значит, что у нее сильно красивая жена, значит, немножко, может быть, другого цвета кожа, и стали роптать, да, да, Бог допускал вот это переживание, когда мы читаем за благословенного Иоаннафана, друга Давида, вы помните, каких отношения были, да, то интересно, что филистимляне убивают Саула, и убивают трех сыновей Саула, и написано, и Иоаннафана не убили, и я задаю вопрос, этот благочестивый, праведный человек, разве он не молился? Молился. Бог услышал молитву? Нет. Бог справедлив, да, но реальность жизни несправедливой. Когда мы читаем за Иосию, то о нем сказано, послушайте, друзья, подобного Иосии не было, имеется в виду праведно, и после него не восстановал подобный ему, но его египетский царь убивает на войне. Попробуйте объяснить справедливость Бога с этой несправедливостью, несправедливой реальностью. Или пророк Иезекииль, служащий Богу, вдруг слышит, Бог ему говорит, я возьму у тебя жену, но ты не плачь, и вечером жена умирает. Я так думаю, друзья, так думаю, что говорили люди, соседи, которые не особо любили Иезекииля, потому что он обличал во грехе, ну вот, нас пугал, пугал, это и наказал тебя Господь. И Иезекииль не только должен был принять вот эту боль, он не должен был плакать, потому что Бог ему запретил. Если посмотреть, друзья, на другие страдания, которые Бог допускал в жизни праведниковых христиан, это и нищета, и голод. Дети обетования, евреи, 400 лет в египетском рабстве. А Павел пишет в Новом Завете, что он часто был в голоде, часто был в жазде, часто был в наготе, часто был на стуже. Я вспоминаю тоже, когда я эти стихи читал друзьям из Евангелия процветания, они говорят, наверное, у Павла веры не хватало. Я говорю, да нет, ни веры у Павла не хватало, вот здесь у кого-то не хватает, читает и не видит. Потому что Божий замысел после их опадения люди должны проходить через страдания. Еще одна сфера, где страдания Бог допускает, это болезнь. Как не хочется некоторым принимать, но Иов болел, друзья, и это было по воле Бога. Елисей, преемник Ильи, помните, насколько он был святым, он когда-то говорил, пусть дух, который на тебе или будет на мне вдвойне, и Бог исполнил его желание, он взял там милоть, ударил по воде, воды раступились, и потом он предсказывает женщине беременность, ребенок умирает, он воскрешает его из мертвых, потом к нему приходит за исцелением Нейман, а Елисей, он говорит, ну пусть пойдет, окунется, он даже, он так знал Господа и знал, что сказать, что не оказал чести этому Нейману, но о Елисее сказано следующее, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер, праведный Елисей умер от болезни, не за грех, наверняка было бы это написано, он был настолько свят, что вы помните кости Елисея, когда мертвого там хоронили, соприкоснувшись с язычником, по-моему, язычник это был, этот человек воскрес, а соприкосновение с костями Елисея, отсюда, кстати, в православной церкви идет поклонение мощам святых, если объяснить вот это невозможно, самый благочестивый праведный человек на то время Елисей заболел и умер, если посмотреть в Новом Завете, вы хорошо знаете эти места, Павел, которых совершал большие чудеса, исцелял и все прочее, да, он говорит, а я Трофима оставил больного в Мелите, а Тимофею он говорит, что теперь пей не одну водичку, а понемножку, граммов по 50, вина пей хорошего, ради желудка, и он говорит, и частых недугов твоих, братья, это не учение, это личное послание к Тимофею, чтобы мы здесь это, отделяли одного от другого, да, а у меня задаю вопрос, вот Павел, ведь Тимофей был его духовным сыном, да, что не мог помолиться и исцелить его? Ну, мог бы исцелить, конечно мог, но почему-то в Божьем замысле страдания становились частью христиан, еще один из видов страданий, которые переживали и праведники христиане, это физические недостатки, друзья. Некоторые люди тоже пытаются это связать с проклятием и все прочее, сохранить Господь нам когда-то думать так, друзья, да, но вот когда мы говорим за Моисея, он 40 лет вел евреев по пустыне и по всей вероятности все 40 лет заикался, и заикался до этого, это физический недостаток. И, кстати, когда мы говорим, что Сара только в 90 лет родила, Ревека 20 лет не имела детей, Рахиль тоже длительное время была бесплодной, это физический недостаток был, когда мы смотрим на наше время, знакомый всем нам Ник Вуйчич, его свидетельство, сын пастора, если не ошибаюсь, вот Бог позволяет, допускает в жизни такие переживания. И есть еще разные другие переживания, которые невозможно все перечислить, с которыми люди сталкиваются. Ну, тот же Моисей, за которым мы говорили, он прожил свою жизнь без мамы, его разлучили, когда она перестала его кормить грудью, и ну, это страдание, простите меня, некоторые говорят, может быть, от этого и заказ стал, от родной мамы разлучили, и всю жизнь, как бы, он нес эту боль в своем сердце. И 40 лет в пустыне, друзья, это тоже страдание. Когда мы смотрим за Илью, читаем за Илью, Илья просил себе смерти, когда мы читаем за Даниила, братья, будьте внимательны, то его и его друзей оскопили, это тоже определенное переживание, мне так кажется. Четвертое, что мы должны понимать, друзья, о чем ясно в Писании написано, страдание христиан, как ни странно, но это условие для получения наследства и царствования. И Римлянам 8,17 так и сказано, ясно, да? Если дети, если мы дети Божьи, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, и Павел говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Условие, если мы хотим быть сонаследниками Христу, мы должны вместе с Ним страдать. 2 Тимофея 2,12 сказано, что если, опять таки сказано, условие терпим, то с Ним и царствовать будем. Условия царствования наше со Христом, это наши страдания. Пятое, что я хотел, чтобы мы запоминали, друзья, страдания христиан это кузница, кузница славы. И Павел в послании Коринфянам пишет об этом. Это отдельная тема, мы о ней не будем говорить, друзья, но я бы хотел, чтобы мы внимательно пропитались мыслями апостола Павла. 2 Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих. Павел говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше...» Я остановлюсь, друзья, кратковременное и легкое страдание. Помните Павла сколько раз били? Кто помнит? 39 раз, да? Люди били с ненавистью. Легкое, Павел говорит. Кораблекрушение, и как мы читали часто в голоде, в ноготе, на стуже, если смотреть в других переводах, нечего было одеть, в нищете, да? Вот это. И апостол Павел называет все это кратковременным, но здесь еще можно как бы согласиться, легким страданием нашим. Но он говорит, вот это легкое страдание производит кузница славы, да? Производит, мне нравится это слово, в безымерном преизбытке вечную славу. Другими словами, чем больше человек страдает по воле Бога, чем больше человек страдает по воле Бога, тем больше в безымерном преизбытке что-то для него там вечная слава приготовляется. И 18 стих Павел говорит, но, это когда мы смотрим не на видимое, друзья, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно. Эти страдания определенное вложение. И когда мы говорим здесь о самом слове страдания, то значение здесь слова страдания имеется ввиду не страдание за Христа, друзья, а любая скорбь, ощущение боли обусловлено или болезнью, или потерей, или несчастьем, или в том числе и гонением за Христа. Павел Билхаймер это очень хорошо объясняет. И еще один момент, который мы с вами должны, друзья, запомнить, что между волей Бога, я так вот пытаюсь посмотреть на часики, потому что хочу нас немножко пожалеть, друзья, братья приехали с конференции, вот такие головы, вот шестое, что мы должны запомнить, между волей Бога страдания и виной человека бывает очень тонкая грань. И мы никогда никого не должны судить. Мы будем завтра говорить за Иова, друзья, да? Повторю, между волей Бога страданий и виной человека есть такая сфера, когда человек сам виновен в том, что он страдает. Ну, к примеру, если человек вел образ жизни, пил постоянно, и потом у него воспаление легких или еще какая-то болезнь, это не вина Бога, это не воля Бога, это человек сам себе как выразиться, ну, навел беду, скажем, на себя, да? Так вот, между волей Бога страдания и виной человека это его вина. Бывает очень тонкая грань. И я хотел, чтобы мы, но сейчас следующее запомнили, друзья, правильная позиция, правильная позиция человека по отношению происходящего это признание своей ограниченности в понимании Божьих путей. Я говорил, платформа, фундамент, на котором мы стоим, что вся власть принадлежит, Богу, и Бог никогда не делает ошибок, да? И вот, как бы, вот этот же фундамент мы должны понимать, что мы ограничены в своем понимании Божьих путей. И второзаконие 29, 29, сказано, что есть сокрытое, или в другом переводе сказано тайное, да? И вот это сокрытое тайное, оно принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и нам нашим. Поэтому, когда мы говорим о теме страданий, есть часть открытого, и мы можем об этом говорить, и завтра, послезавтра мы будем говорить то, что Бог открыл, что происходит в духовном мире, да? Но вместе с тем есть часть сокрытого, и мы должны признать, что все Божьи пути нам никогда не будут понятны, потому что есть область сокрытого. И апостол Павел, это последний стих, который мне хочется сказать, он, говоря о Божьих путях, о Божьих судах, о Божьем решении, восхищался и говорил, Римлянам 11 глава, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы решения его и неследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, ему слава вовеки, аминь. С одной стороны, Павел признает то, что мы говорили, что Бог является совершенным мудрости, совершенным, безусловно, справедливости. С другой стороны, Его решения, Его суды, они неисследимы и непостижимы, и мы должны признать нашу ограниченность. Как Исаия говорил от имени Бога, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мысли ваших. Я читал за Моисея, как у него заканчивалась жизнь и мне стало больно за него. Он привел евреев к обетованной земле, Бог ему сказал, поднимись на гору, я тебе покажу. И Бог показал ему обетованную землю и сказал, но ты туда не войдешь. Что стал делать Моисей? Он стал просить Господи, я хочу войти туда, разреши войти. И Бог, вы знаете, ну, разгневался, скажем так, да, Он сказал, впредь мне ничего не говорит, ты туда не войдешь. Мне непонятны Божьи пути, друзья, но я знаю, что Бог никогда в истории Вселенной не делал ошибки и никогда ее не сделает. Поэтому Ему слава во веки веков. Аминь. Благослови нас, Господь. Игорь Негода, Игорь Негода, Продолжение следует...